В душе первоначально не было сценария играть в больного ребёнка. Сядьте на попу ровно, сидите, ждите помощи от Австрии. И они идут ровненько по всем граблям, которые предлагают в социум. В Европе помощи вы не найдёте у врачей. Но это годы, это годы работы, огромные годы работы профессионалов. Бог не даёт тех испытаний, которые мы не можем пережить. Ты моя умничка. Ничего страшного. Здравствуйте. Что такое аутизм? Откуда он берётся? Число заболеваний аутизма в мире постоянно растёт. И сейчас уже достигло 2%. Поэтому учёные усиленно борются с этой проблемой, пытаются её решить. Они уже нашли цепочку дефектных генов, которые приводят к аутизму. Но почему эти гены становятся дефектными? И тем более, как это исправить, они до сих пор не знают. Смотрите нашу историю выхода из аутизма. Здравствуйте. Здравствуйте. Ай, красавчики сидят. Расскажите нам, как возникла болезнь, как вы о ней узнали. Расскажите нам про Кирюшку. Получилось так. Я пошла на консультацию к домашнему врачу. Я наблюдала свою беременность у домашнего врача. И когда я пошла с Кириллом на очередной осмотр, получилось так, что мне пришлось Кирилла оставить с медработниками. С медработниками, которые наблюдали Кирилла. И когда я вышла уже от врача, они мне говорят, ваш ребёнок не слышит. Я говорю, как мой ребёнок не слышит? Он не реагирует. Кириллу было на тот момент год и четыре месяца. Ну, естественно, я взяла ребёнка, быстро вышла из больницы, позвонила мужу. На тот момент мне уже дали направление, чтобы я поехала проверила слух у ребёнка. Это даёт домашний врач у нас. Муж тут же отпросился с работы, прилетел. Мы поехали в клинику, проверили слух. Всё замечательно, мой ребёнок слышит. Я же давай в интернет. Как всегда начитала, что кроме как аутизма ничего нет. Ребёнок не реагировал на тот момент. Вообще никак не реагировал. Не отзывался на имя. Ребёнку было год и четыре месяца. Он мог просидеть, просмотреть телевизор весь день. И один мультик. На тот момент это были смешарики. Ребёнок играл только с круглыми предметами. Либо с мячиком, либо ещё что-то. Собирал, кучковал всё. Только круглые предметы. Ребёнок не спал по ночам. Я рыдала. Я три месяца рыдала. Почему у меня и такой ребёнок? Вопросы, конечно, сыпались в мою голову. Ответов не находилось, кроме как коррекция поведения ребёнка. И всё на этом. Больше ничего. Я, конечно, была возмущена. Но у меня почему-то в голове постоянно всплывала одна фраза. Мне её бабушка говорила. Бог не даёт тех испытаний, которые мы не можем пережить. И у меня почему-то сразу в голове. Если Бог дал эту болезнь, значит, есть и решение этой болезни. Я искала, 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 искала. И я нашла клинику в Израиле. Но полтора года мы занимались этой клиникой по скайпу. Результаты были, да. Но результаты не были такими колоссальными, что прям ах и всё. То есть результаты были, да, ребёнок взял машинку и начал катать. Но осознанности в глазах у ребёнка не было. Он как робот это делал. Реально как робот. Часто обращаются родители, у которых больные дети каким-либо заболеванием. Они к нам приходят после уже посещения каких-либо медицинских центров, либо духовных гуру, наставников. Какие-то изучают практики, проходят. Некоторые даже там и в религию уходят. Но ничто не даёт конкретного результата. Дети вроде говорят, есть какие-то изменения, небольшие подвижки. Но они всё равно делают всё автоматически. И осознанности у ребёнка не появляется. То есть это как выдрессированные какие-то рефлексы. И даже после таких вроде бы центров, которые занимаются какой-то духовностью, у ребёнка всё равно не приходит вот этого осознанного взгляда в поступках. И именно когда мы работаем с душой, мы как бы распаковываем, вытягиваем, делаем её доминантной в психике человека. И именно вот через душу меняется взгляд. То есть всегда можно определить наличие души в человеке, это по его взгляду. И ни одна практика в мире, ни одна техника каких-то медитаций, либо там обрядов каких-то не даёт вот этого выхода души на передний план человека. Потом мы нашли другого гуру, как я говорю. Мы вызывали его сюда, он приезжал, мы отвалили кучу денег. Там вообще ноль. Знаете, я даже вижу небольшую проблему в том, что родители, они же искренне переживают за своих детей. Они бросаются, они ищут выход из тяжёлой ситуации. И они идут ровненько по всем граблям, которые предлагают в социум. Первые грабли, они обращаются в медицинское учреждение. В этом медицинском учреждении уже заведомо есть алгоритм, что ребёнок приходит к инвалидности. Он инвалид, он такой, его надо надрессировать. Об осознанности в медицинском учреждении не говорят вообще. Это не принято в нашем обществе. На первые грабли попали, инвалидность оформили. Вторые грабли, они же всё-таки ищут выход, они же ищут своего ребёнка. И они начинают ходить по экстрасенсам, по гуру, ездить в разные варианты, где совмещаются, типа нетрадиционная медицина с традиционной и так далее. Таким образом тратится огромное количество денег впустую, потому что ни в одном из этих центров опять-таки не говорят об осознанности. И третьи грабли, на которые они наступают, они начинают обращаться к духовным лидерам, которые говорят, да, мы поговорим о сознании, мы поговорим о вашей осознанности, и в результате можно ещё и в нормальную секту вбахаться, но при этом осознанности не происходит. Почему? Потому что человек врёт сам себе. Потому что первое, что надо сделать родителям, это осознать, что меняться придётся им. Они ведь ищут, как вылечить ребёнка, и акцент внимания перенесено на ребёнка. А надо, чтобы они начали сразу с себя. Сразу с себя. Своих проявлений, со своей реализацией, со своих отношений, с тем, какое положение они занимают в социуме, как они проявляются. С поиска Бога в себе. Вот с этого начинается всё. Да, действительно, в традиционной медицине всё по прописанной схеме. С ребёнком обращаются чаще уже после трёх лет. Родители ждут всё-таки, да, как дают логопеды, там, в поликлиниках, дают какие-то авансы. Но вот если это мальчик, он заговорит позже. Да, родители ждут, к сожалению, чего-то. И приходят с неговорящим ребёнком, с орущим ребёнком, да, с эмоциональными, поведенческими проблемами. И сначала, конечно, мы наблюдаем, мы смотрим, мы занимаемся. Ребёнок проходит курс реабилитации, занимается дополнительно в каких-то центрах. Это проблема на годы. Это действительно, да, где-то к пяти годам уже становится, ну, более ясная картина, хотя проявление аутизма родители замечают гораздо раньше, да, то есть даже уже в первые месяцы жизни, после года. Вот, но диагноз аутизм чаще выставляется ближе к пяти годам. И при принятии решения об инвалидности родители принимают не сразу, да, то есть сражаются, занимаются, принимают, да, своего ребёнка. Но это годы, это годы работы, огромные годы работы профессионалов. И проблемы на годы, да, они вырастают, кто-то, ну, с более высоким интеллектом, да, но в основном детки-аутисты чаще всего с умственной отсталостью, чаще всего. И после вот этого гуру, буквально сразу, буквально сразу, буквально примерно через две недели, и Наташа нам сразу отказала, вернее, не отказала, мы спросили, что да как, но, естественно, после такого у нас уже в голове сформировалось, что это какой-то, как говорится, по-русски лохотрон. У меня напряжение, что опять сейчас определённую сумму отдадим, и всё на этом. Иногда к нам, когда обращаются, говорят, а вы что, боги? Вы включаете осознанность, а никто другой этого не может? И я всегда отвечаю, да, мы боги. Мы боги точно так же, как и все остальные люди. Только одни люди позволяют себе ощущать, чувствовать, общаться со своей душой, быть искренним самим собой, проявляться действительно от души. А другие люди не позволяют. Другие одевают на себя ложные маски, одевают маску гуру, одевают маску известной клиники, одевают маску представителей официальных, обвешиваются дипломами и так далее. А результат? Давайте поговорим о результате. Но, тем не менее, мы потом списались с Наташей, и Наташа нам отказала, так как у нас была очень странная кармическая история, как я говорю, завязка была колоссальная. Получается, моя душа, душа моего мужа, еще одной бабки, не хотели давать разрешение на то, чтобы ребенок был здоров. На первых этапах взаимодействия с душами мы всегда спрашиваем разрешение на то, хотят ли они изменить сценарий игры. Хотят ли они, чтобы мы помогли им, вмешались и изменили направление движения сценария. Ведь выздоровление – это смена сценария. Ведь этот сценарий прописан на всю жизнь, грубо говоря, на 70 лет. А тот раз, и два года, и сценарий полностью изменен. А что делать остальные – 68. И поэтому решение души в данном случае является определяющим. Как правило, души согласны. Но это был один из редких случаев, когда души категорически были против. Они даже слышать об этом не хотели. И мы потратили время для того, чтобы с ними договориться. Звучит дико. В итоге получается, я говорю, Наташ, может быть, как-то можно это? Наташа говорит, давайте подождём недельку. На первых этапах работы с ребёнком там душа показала кармическую историю одну. То есть у души первоначально не было сценария играть в больного ребёнка. Но потом все судьбы родителей и также вот ещё третьего персонажа, одной женщины, когда она пересеклась в роддоме просто с этим ребёнком. Но на уровне душ это совсем другой уровень игры идёт. И вот когда они пересеклись все вместе, это активировалась метка, которая начала разворачиваться в абсолютно другую кармическую игру. И все эти четыре жизни пошли по другому сценарию. Наташа прислала нам видео, что души согласились. Я не смотрела это видео сама. Мой муж стоял, ловил посуду на тот момент. И я говорю, бросай посуду, пойдём смотреть. И мы пошли вместе, сели, просмотрели. И насколько у меня муж к таким вещам относится с осторожностью. Он встал и сказал, пересылаем деньги. Мы переслали деньги буквально не в этот день, а на следующий день мы получили отработку. В отработке было всё сказано нашими словами. Абсолютно всё. Что у меня муж собирался уходить после того, как Кирилл более-менее выздоровеет. Всё это у нас уже было, обговорили мы это уже всё давно. Но тем не менее, хотелось, конечно, всё наладить побыстрее. Кирилл на тот момент у нас уже был более-менее, но осознанности вообще никакой не было. То есть его скажут что-то сделать. Сначала надо, допустим, Кирюша, давай пазлы сложим. Сначала ему надо показать, как это делается, а потом он начнёт сам делать. А сейчас он сам берёт это всё, и сам делал. То есть он развивается, как обычный нормальный ребёнок. Да, немножко мы ещё отстаём в развитии, но для меня самое важное то, что мой маленький сын повторяет за старшим, а не старший за маленьким. Кирюша и Игорёша вообще отжигают всё время. Все их видео, они просто мопомрачительные. Два брата, которые только успевают творить. Мама глаз на глаз нужен. Это самое важное. После отработки проблема у всех таких деток горшок. У нас горшок мы за неделю, и по большому, и по маленькому. Буквально на второй или третий день после отработки мой ребёнок подошёл, сказал мама и папа, ни к дяде, ни к тёте. Он подошёл ко мне и сказал, мама к мужу папа. Он сейчас говорит немного слов, но он очень много повторяет. Ему говоришь, о-о-о, он повторяет. Он начал повторять слова. Пить, значит пить. Простите, писать, значит писать. Кирюш, скажи пить. Пить. Молодец. Бэби. Позови Бэби. 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 Он понимает. Понимание речи у нас стопроцентное. И это прошло, даже ещё полгода нет. Второго ноября будет полгода, как мы прошли отработку. Когда речь идёт о развитии речи ребёнка, о развитии интеллектуальных способностей ребёнка, то здесь время должно быть на стороне ребёнка. Чем младше ребёнок, тем легче у него восстанавливается речевой аппарат, развивается, восстанавливаются нейронные связи в мозге. С ребёнком работать значительно легче. Чем старше ребёнок, тем больше времени требуется на восстановление речи. Результаты колоссальные. Нас взяли в совершенно нормальный садик с нормальными детками, хотя нам ставили палки в колёса, что якобы он аутист. Но когда мы пошли разговаривать с директором садика, она говорит, мы бы проверили адекватность того, кто нам это сказал. То есть нам сказали, что ребёнок абсолютно нормальный для трёх лет, он выглядит совершенно нормально, не разговаривает. Так простите, как нам сказали, здесь дети до пяти лет с соской и не разговаривают. У нас принято детей развивать сразу с детства, напихивать уже с двух лет его разными. Ребёнка английским языком, техническими кружками, конструкторами, лего и так далее. Вы знаете, моё изымление было просто беспредельно, когда в Испании, бродя по улицам, я видела детей, которых пять лет везут в колясках, и это были умственно полноценные дети, им в рот запихивали соску, чтобы они не разговаривали, и кормили его их молочком из бутылочки. И это был не один-два ребёнка, это было много детей таких. И для меня вот это ставило вообще в шок, повергало, потому что приходило осознавание, что, во-первых, нарушается прикус у ребёнка, во-вторых, у него нарушается развитие речевого аппарата, в-третьих, нарушается интеллектуальное развитие, в-третьих, это влияет на физическое развитие и так далее. Но, вы понимаете, даже родители уже ведутся на то, что им удобно таскать эту детину в коляске, чтобы она молчала, но у них при этом, типа, есть ребёнок. И вы понимаете, это проблема. Это проблема в западном обществе. Очень бы не хотелось, чтобы она перешла в наше общество. Логопед у нас хороший, и она замечает прям результаты. И каждый раз, когда мы приходим, она спрашивает, что вы делали с ребёнком. Ребёнок меняется, ребёнок играет с детками, ребёнок развивается. Да, ребёнок любит планшет. Я не запрещаю. Несколько часов в день я не запрещаю. Но у нас нет такого, чтобы он часами сидел мультик смотрел. 15 минут посмотрел, пошёл, поиграл с братом, поиграл в поезд. Он сам строит себе железную дорогу, вот такая деревянная железная дорога. Всё он делает сам. Засыпанием. У нас вообще нет никаких проблем. У нас ребёнок... Сказали в 9 часов спать. Всё, мы все идём, ложимся и спим. Кушать, значит, он встаёт, идёт и садится кушает. Нет такого, что ребёнка нужно кормить, ребёнка нужно пичкать чем-то. Нет. Я не заставляю. Что хочет, то он и кушает. Не хочет кушать, значит, не кушает. Ребёнок изменился на 100%. У нас маленький мой сын ещё не разговаривает. Но это тоже была кармическая история. Конечно, мы как замечательные родители, как я говорю, да-да, мама. Я старалась, и мой муж старались. Ну, раз такая проблема с Кириллом, надо срочно покрестить. Ну, естественно, хватаем обоих детей, и в ближайшее субботу или воскресенье, уже точно не помню, бежим, крести. Сказали колоть ноутропы? Ну, прокололи два курса. Ну, короче, как смогли, так навредили ребёнку. Практически у любого человека найдётся, когда он проходил какие-то массовые сцены насилия, убийства, когда там были крестовые походы, когда были сожжения на кострах, когда там были темницы, распятия, испытания, войны и так далее. И они очень часто были на религиозной основе. Очень часто. И поэтому любой обряд, любой абсолютный обряд может активировать травму из предыдущей инкарнации. И если эта травма совмещается с текущей жизнью, то у человека в этой жизни может развиться неожиданно какое-то заболевание, может коротнуть в головном мозге развитие тех же нейронных связей, может произойти непоправимое. Поэтому мы всегда говорим клятвы, обряды, обещания и так далее. Оставьте их в стороне. Не надо они детям. Они вырастут и захотят поклянуться, захотят покрестяться, захотят оденут на себя обрядовые какие-то культы. А в период, пока они дети, и тем более, когда у них уже есть аутичные черты, надо их избавить от этого максимально, чтобы они были чистыми, чтобы они были свободными. Результаты колоссальны. Благодаря Наташе, благодаря команде инфодайверов поменялась моя семья, изменилось мировоззрение моей семьи, изменились мои дети. Благодарю за своих родителей. Это вообще отдельная история. Это отдельно. Родители мои, которые вообще никогда не хотели меняться, они изменились на нет. Что ещё хотела сказать? Хотелось сказать обращение к родителям, тем, которые попадают в такую ситуацию, не теряться, не теряться, искать. Выход всегда есть. Обращайтесь к Наташе, это будет намного быстрее, чем у нас. Развивайтесь, духовно развивайтесь. Идите в направлении так, как мы пошли. Да, у нас работы ещё много над собой. Но буду меняться я, будут меняться мои дети. Ребёнок начал разговаривать. И, как я говорю, пускай мой ребёнок лучше чуть позже начнёт разговаривать, но все проблемы, которые идут до разговора, чтобы ушли. Разговор для меня — это бонус. Во время нашей работы мы однажды нашли такой элемент в сознании и в теле человека, где формируется именно вот эта связь речевого аппарата, вестибулярного аппарата, зрительного, всех органов восприятия. И нашли, как формируется именно поломка на этом уровне, где она происходит, и как это можно восстановить. И сейчас мы активно используем эти техники по восстановлению речи и видим результаты, то есть буквально в течение нескольких дней идут подвижки. Мы своим сознанием идём в мозг ребёнка и натурально создаём этот речевой аппарат, этот узелок, который мы обнаружили, мы его своим сознанием создаём. Ребёнок играет с игрушками, играет правильно. У нас пошли ролевые игры, что немаловажно. Ролевые игры — это развитие, получается, интеллектуальное идёт тоже, и ребёнок уже, тем не менее, начал в детском саду тоже играть с детками, допустим, кого-то покормить, кого-то посадить в машинку. У таких деток этого нет. Игра формируется далеко не сразу. И сначала они просто манипулируют с предметами, они их любят держать в руках, перекладывать из одной ладони, ложки в другую, они их тщательно исследуют, очень любят крутить, перекручивать или выкладывать в ряд. То есть это такое манипулятивное действие с предметами. То есть это просто неосознанно. То есть пока появится ролевая игра, то есть когда куколку мы покупаем или нагрузим в машину какой-то груз, то есть эту имитацию, которую может повторить ребёнок даже годовалый, у деток-аутистов, это очень долго формируется. И по показу это невозможно. Это очень долгий процесс развития и формирования этой игры. Развитие физическое у нас на высоте. Мы на детской площадке в три года можем залезть высоко-высоко по лестничке, которая идёт вертикально, не под наклоном, а именно вертикально. И спуститься сам. По ступенькам поднимается очень хорошо. Не так, как раньше. Допустим, он на каждую ступеньку наступал и потом спускался. Каждую ножку он ставит. Всё хорошо в этом развитии. Что ещё? Складывает пазлы, рисует. Любит смотреть книжки. Да, читать он пока ещё не даёт, но любит смотреть книжки. Это большой прогресс. До этого вообще, как в год и шесть он просто сидел, вот мог одну книжку взять, пролистать в одну сторону, потом перевернуть, пролистать в другую сторону. И так мог два часа просидеть ребёнок в год и шесть, который должен прыгать, скакать и всё в таком плане. Мог взять, у него такая была игрушка круглая, с длинными лапками. Он мог взять эту игрушку и пойти лечь в кроватку, сосать лапку этой игрушки. Ага, непогашенный сосательный рефлекс. Он есть и у людей, он есть и у животных. Если мать длительное время кормит ребёнка грудью, то ребёнка этот рефлекс гасится со временем, и ему не надо больше затягивать что-то в рот и сосать. Взрослые тоже сосут. Вот вспомните галстук Саакашвили, да? Но при этом те же самые животные, котёнка, мы подобрали в лесу брошенного котёнка. И этот котёнок был оторван от кошки. Он был очень маленький, слишком маленький, выброшенный. И он до сих пор ложится и сосёт. Сосёт, делает вид, имитацию делает кошке. Вот этот рефлекс всё-таки, когда мать подходит осознанно к ребёнку, кормит его длительное время грудью, там два-два с половиной года, вполне нормально, и тогда рефлекс будет погашен. И тогда не будет таких проявлений. Проблема у таких деток тоже много тянут в рот. Что мы только не делали. Сколько мы БАДов перепили, сколько мы всё от паразитов всяких очищали, сколько мы очищали кишечник. Но не было такого результата, как после отработки Наташиной. Как-то всё сразу, буквально в два месяца сошло на нет. Просто сошло на нет. Спокойствие в семье появилось. Ребёнок начал интересоваться всем. На второй, на третий день ребёнок просто проснулся. Тема паразитов сейчас вообще в нашем обществе настолько невероятно активна и шизофренична. То есть любое заболевание, человек обязательно, любой экстрасенс начинает рекомендовать. Надо паразитов гонять. А если это не глисты, а если это лямбли, а если это бактерии, а если это грибки. И начинается запугивание людей. И здесь ещё и биомагнитная биорезонансная терапия помогает. Всё в одну кучу валится. Иногда в этом есть правда, иногда в этом есть ложь. На самом деле, вот в данном случае, если речь идёт о паразитах, то они никакого отношения к аутизму не имеют. Но если они в теле есть, можно обратиться к официальной медицине, пропить нормальные медицинские официальные лекарства, согласовать это всё с врачом и действительно привести тело в норму. И это нормально. Не надо придумывать ничего сверхъестественного. Когда мы обратились первый раз к психологу, нам сказали фрау Петренко. Типа, я просто скажу на русском, сядьте на попу ровно, сидите, ждите помощи от Австрии. Так вот, хочу всем сказать. В Европе помощи вы не найдёте у врачей, потому что здесь, кроме как логопеда раз в неделю, кроме как фрифёрдеринг, это приходит учительница на дом раз в неделю на два часа, вам ничем не помогут. Всё. Никаких обследований у нас не было, кроме ЭКГ головы. Ни МРТ не делали. Единственное, что хочу сказать, нам взяли мочу на анализ, через полтора года пришёл результат мочи, нам сказали, что они хотят обследовать ребёнка. Я реально смеялась на всю клинику, чуть ли меня, наверное, хотели в психушку отправить. Я говорю, вы что думали, я буду полтора года сидеть и ждать, пока вы обследуете моего ребёнка. Так что пускай родители не ищут помощи в Европе. Они здесь не найдут ничего. Ещё у нас была проблема. У нас ребёнок ходил по одним и тем же маршрутам. Залипал наш ребёнок на знаках. Бегущие строки. Это у нас прям залипания были конкретные. После отладки у нас это всё ушло на нет. Но было очень тяжело. В магазинах было тяжело. Было тяжело. Он хватал всё с полок, бросал. Сейчас мы идём в магазин, они кладут всё в корзинку, что они хотят. Причём обои. И самое страшное было, что мой маленький повторял всё за ним. Вот это было самое страшное. Мы просто переживали, что в поведении нам придётся корректировать и второго ребёнка. Но слава Богу. Такая вот у нас история. Я всегда предполагала, что что-то есть именно как другие миры какие-то, другие жизни, что-то есть. Я всегда об этом почему-то задумывалась. Когда меня дёргивали, я думаю, ну неужели это просто Бог дал такую проблему мне? Бог не мог дать. Он любит как-то нас. Бог не мог дать. Но откуда взялась эта проблема? Все мои близкие намекали на то, что проблема в шейном отделе, то, что надо было массажи до года делать. А у меня почему-то сразу какое-то ощущение было, что нет, это не в нормальной медицине надо искать, это искать нужно в себе и идти как-то от себя, отсюда отталкиваться. И мы как-то пошли именно по этому пути. То мы нашли какую-то рейки, она нам сказала, после трёх лет ребёнок нормально заговорит. То мы же в эту клинику в Израиле, там нам тоже всё будет хорошо. говорили, что нужно работать над собой, но никто не говорил, как работать. Никто не говорил, что есть какие-то кармические истории у нас. Никто не говорил, что да, вот это сделайте вот так, как Наташа нам всем разжёвывает в чатах. Сделайте это вот так, а это сделайте вот так. Но как-то... Здесь всё как-то более-менее просто и понятно. Я... Когда пришла мне отработка, я догадывалась, что это идёт от... от... кармы. Начиная от кармы. И если не закрыть кармическую историю, бесполезно что-то делать дальше. Никакого осознания у ребёнка ничего не будет. Очень сильно изменились отношения. У нас, если честно, раньше даже доходило до рукоприкладства. Сейчас у нас... Мы даже не ругаемся. Мы даже не ругаемся. Мы не делим ничего. Мы не... Мы за друг друга заступаемся. Да, там кто-то, если что-то сказал, как-то пытаемся отдёрнуть. Раньше такого не было. Ещё обсуждать начинали. А с мужем у нас сейчас очень хорошие отношения. Я говорю так, как есть. После закрытия кармической истории уже души решают, как им быть дальше. разойтись или быть вместе. И, как правило, они выбирают быть вместе. Бывают даже ситуации, когда после отработки кармических историй души полностью меняют свой сценарий, начинают вместе строить бизнес, строить новые отношения. Бывают даже часто, что дополнительно детей хотят завести. То есть совсем другая игра начинается, другая жизнь. Меняется жизнь. Мне не стыдно за это. Мне... Я, допустим, себе ставлю плюсик, что я это поняла, что я это осознал. А так у нас доходило до развода. Я говорю, мы даже договорились про то, что Кирилл немножко выздоровит, и мы расходимся по разным путям. А сейчас у нас даже разговора про это нет. Какие у вас планы на будущее? По поводу детей. Я так думаю, насчет этих детей у меня планы, конечно, большие, но тем не менее мне хочется, чтобы они стали замечательными людьми, чтобы они достигли тех успехов, которых мы не достигли в этой жизни. Естественно, насчет моих планов. Все-таки я еще хочу детей. Конечно, хочется расширения, жилища, как говорится, развиваться духовно. Мне хочется, конечно, я стараюсь, пытаюсь заниматься инфодайвингом. Ну, детей я, допустим, вижу еще в своей жизни еще двоих детей. Что еще? Очень хочется открыть свой детский центр именно в Австрии. В Австрии? Почему в Австрии? Потому что здесь это вообще не разум. Мы работаем в инфодайвинге с мамами из разных стран. По сути, со всех континентов у нас уже есть люди, которые обратились к нам за помощью. И у них есть результаты. И на самом деле, какая мама сможет лучше объяснить, дать и научить, и помочь другой такой же маме, как не та, которая пережила это все на себе, которая смогла помочь своему ребенку. Поэтому мы только приветствуем развитие центров, именно таких по нашей системе, которые совместят и действительно лучшие наработки и медицинские, и психологические, и психотерапевтические, и экстрасенсорные, в том числе, для того, чтобы у детей были результаты. Потому что одно дело включить сознание, осознанность, а другое дело ребенку помочь развиться и наверстать те годы, которые были упущены. И хочется, чтобы при этом детском центре был детский сад. и в первую очередь брать деток с ограниченными возможностями. Почему? Потому что здесь, если у ребенка ограниченные возможности, сразу начинают ребенка тыкать. Вот это не так, то не так. Я считаю, этого нельзя делать. Ребенок должен быть в нормальном обществе. Тогда он будет нормально развиваться. Что ты сейчас не кричишь? Он в камеру хочет. Он просто в камеру. Подожди, Наташа, как ты умеешь? Ой, какой ты молодец! Ой, ты умничка! Ой, ты молодец! Наташа, делают все. Допустим, накрываю стол, кладут ложки, вилки. Все это делают дети. Как-то все это сплоченно. У нас нет такого, что дети сейчас сидят в зале, а мы чем-то занимаемся. Жизнь наладилась благодаря вам, если честно. Я очень благодарна, действительно. Благодарна за себя, за свою семью, за своих родителей, Наташа. Вы такие молодцы, вы такое расшарили. Все, Наташенька, давайте, до свидания. Счет. Эта история еще одно подтверждение нашей теории о том, что только сделав душу доминантной психики человека, можно вывести его из аутизма. Другие наши удивительные истории смотрите в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok